18 марта специалисты информационных центров по атомной энергии устроили для школьников Десногорска День научных игр. Мероприятие состоялось в рамках научно-просветительского проекта «Энергия науки». Начался день с большого сюрприза для учеников третьего класса школы номер 4. Для малышей на базе Центральной детской библиотеки состоялась презентация книги «Трое в машине времени, не считая пушистого атома» известного детского писателя Екатерины Матюшкиной. Прямая трансляция встречи была организована на онлайн-площадках информационного центра по атомной энергии. В прямом эфире к школьникам Десногорска присоединились учащиеся школ Смоленска. Ученики совместно с Екатериной Матюшкиной создали сказочных персонажей. Они попробовали нарисовать героев книги по их описанию. Не обошлось без познавательной составляющей. Для малышей была проведена атомная игра-викторина. Участники, правильно ответившие на вопросы, получили печатное издание книги. «Книга написана о машине времени, и в ней очень много ссылок на современную технику. Это фантастический детектив про приключения, про то, как перемещение во времени. И отдельными вставками сделаны энциклопедические вставки, чтобы ребенок, заинтересовавшись текстом, уже мог окунуться в мир науки». Встреча с настоящим писателем вызвала у детей настоящий восторг. Они задавали много вопросов и проявили живой интерес к книгам автора. «Очень-очень ждал весь класс этой встречи. Интересно как бы что-то узнать и даже просто пообщаться с вот таким вот человеком». Участниками второй части Дня научных игр в рамках проекта «Энергия науки» стали ученики физико-математических классов школ города. На базе Центра информации и общественных связей Смоленской АЭС старшеклассникам предстояло помериться с силами в интеллектуальной игре «Атомные знатоки. Красиво атомы сложились». Шесть команд на протяжении пяти туров удивляли организаторов своими знаниями об атомах и всему, что с ними связано. Победители и призеры получили в подарок наборы интеллектуальных игр.